Сказать, что «Норвежский лес» — это книга про смерть, было бы, наверное, преувеличением. Но в этой книге смерти много, и, читая её, сложно о смерти не задуматься. В центре этой книги трое друзей — протагонист, его лучший друг и девушка его лучшего друга. В самом начале книги этот лучший друг совершает суицид, и в течение всей истории главный герой и девушка его лучшего друга пытаются это как-то переварить. У норвежского леса какие-то особенные отношения с памятью, с травмой, и я бы хотела сегодня поговорить о прозе Мураками в общем и о том, как он выстраивает отношения с смертью именно в норвежском лесу. Прежде всего, Мураками — это лёгкая проза. Он очень легко, текучий, просто пишет. Вы не встретите в его книг каких-то сложных, изощрённых конструкций или слов. Всё предельно просто, предельно чисто, аккуратно и минималистично. И так как Мураками легко описывает события, его герои также легко говорят о своих переживаниях. К примеру, в норвежском лесу персонаж Мидори очень легко рассказывает протагонисту о своей бедности. Как в школе, когда она ездила на экскурсии со своими одноклассницами, ей всегда было страшно, что не хватит денег на то, чтобы поесть в том дорогом заведении, которое они, вероятно, выберут. Для тех, кто привык к Достоевскому, наверное, будет необычно и странно, что Мидори не выражает никакой горечи по отношению к этой ситуации. Она очень легко описывает то, что случилось, и только мы, как читатель, можем понять, насколько это грустно и трагично, что ей приходилось постоянно ощущать свою ущербность и постоянно бояться, что факт её бедности как бы всплывёт. Это одна из центральных особенностей прозы Мураками. Лёгкость его стиля порождает иллюзию лёгкости восприятия. Вернее, даже она выстраивает блок между, возможно, истинными чувствами и тем, как мы их видим, тем, как мы их воспринимаем и как мы готовы их выражать. Вторая особенность прозы Мураками — это его скучные, простые, до невозможности обычные персонажи. Особенно это заметно в его сборниках рассказов. Когда ты читаешь рассказ за рассказом, пропадает ощущение того, что один закончился, а другой начался, потому что все персонажи Мураками как один безликий. В них мало чего интересного и редко когда можно найти у него протагониста, который бы чем-то концептуально, принципиально отличался от того, что ты читал ранее. Не все какие-то аморфные, неинтересные, с очень сглаженным и инертным характером. И более того, не только персонажи у него такие, но и отношения между персонажами, они все в основном крайне и крайне ситуативны. То есть я влюблен в эту девушку сугубо потому, что мы с ней работаем на одной работе. В том же Норвежском лесу нам с самого начала показывали, что протагониста и у девушки лучшего друга особо ничего общего нет. Потому что когда лучший друг выходил, например, в уборную, они не знали, о чем поговорить. Это, в принципе, всех устраивает, всех устраивает то, что герои не способны поговорить. Изначально роман Норвежский лес — это был короткий рассказ «Светлячок». Именно его я и прочитала в нежном возрасте и потом еще посмотрела фильм. Скорее всего, меня эта работа не зацепила как раз-таки из-за двух вышеупомянутых факторов. Во-первых, до невозможности простой язык, и во-вторых, какие-то очень уж неинтересные персонажи. Но со временем и с возрастом ты начинаешь понимать — это чисто такая японская тема с воспеванием обыденности и момента. Это особо видно у Мураками с тем, насколько его персонажи нарочито просты и сколько он уделяет им времени, особенно в отношениях между героями. Сначала это может раздражать, но со временем ты начинаешь чувствовать, что такой подход будто воспевает каждого человека и каждую ситуацию, каждое мгновение. Он будто показывает, что как бы это ни было просто, как бы это ни было обыденно, но это уникально. И уже поэтому оно достойно внимания, уважения, нежности. И именно так Мураками говорит о смерти. Ключевая мысль, с которой эту книгу можно дочитать — это уникальность каждого человека, жизни каждого человека и смерти каждого человека. Когда я читала, у меня возникало такое чувство, что в каких-то моментах персонаж чувствовал себя «ну вот, теперь я уже готов к смерти, я уже наконец-то понял, что это такое». И тут снова что-то происходит, и мы видим, что он не готов, и он снова проживает это с большим вниманием и с большим удивлением тем мелочам, которые происходят и в его сердце, и с людьми вокруг. Норвежский лес утверждает, что мы не должны терять бдительность и внимание по отношению к смерти. Каждая смерть — это что-то новое, и это возможность чему-то научиться. Нужно стараться держать свои нервы открытыми, свое восприятие открытым. Я бы хотела поделиться еще двумя идеями, к которым я пришла, когда думала об этом ощущении уникальности и простоты. Первая идея скорее немного грустная, вторая — вдохновляющая. Начнем с грустной. Мураками очень часто прибегает к образу потерянного персонажа. Он много пишет о своей молодости, особенно в рассказах. И сам норвежский лес — это история о людях в очень таком переходном, очень таком неустойчивом еще возрасте, где они сами многого не понимают и бесконечно зациклены на себе. И от того ощущения того, что нет под ногами земли, оно еще более усиливается. Я прочитаю последний мзад книги, это не спойлер. — Ты где сейчас? — спросил ее тихий голос. — Где я сейчас? С телефонной трубкой в руке я огляделся вокруг таксофона. Да, где же это я? Но я не мог понять, где я находился. Не имел ни малейшего представления. Что это за место? Все, что отражалось в моих глазах, были бесчисленные фигуры людей, идущих в никаком направлении посреди находящегося в нигде пространства. Я продолжал и продолжал звать ее. В этом, наверное, весь норвежский лес и в многом весьм руками находящиеся в нигде пространства, и люди, идущие в никуда. И мне сложно сказать, это он сетует о том, что люди такие, и он сам такой, и персонажи его такие, или он этому радуется. Я думаю, также и иррациональность его персонажей можно этим объяснить, и отношения между этими персонажами. Когда я читаю его рассказы, у меня часто возникает вопрос, а почему эти персонажи друг другу нравятся? Мне кажется, что отношения между ними абсолютно иррациональны. То есть, если вы спросите меня, почему я дружу с какими-то людьми, я могу объяснить, что я очень дрожу тем, через что мы вместе прошли, или мне очень ценно, мне очень нравятся вот эти черты характера этого человека, мне очень приятно рядом с ним находиться. Если спросить у персонажа мураками, почему вы дружите, или почему вы друг друга любите, они не смогут ответить. Ну, мы друг друга любим, потому что мы друг другу подвернулись. И это тоже добавляет к чувству такой незрелости и краткосрочной перспективы. То есть, мы находимся здесь в моменте, мы чувствуем этот момент, и мы не думаем о том, что будет завтра. Вторая идея, которую я хотела поделиться, она более светлая и вдохновляющая. Я думаю, что такие эффекты про замураками можно объяснить концепцией из японской философии, которая называется мононоаваре. Не знаю, правильно ли я прочитала. Мононоаваре — это наслаждение переходящим, и это одновременно печаль и радость о том, что вещи меняются. Манифестацией этой концепции можно назвать известную традицию японцев смотреть на цветение сакуры. Буквально за неделю она цветает, и это очень сильно подчеркивает ощущение момента и переходящести. Это печально, красиво и очень приятно. Это заземляет. Если понять эту концепцию из японской философии, то мураками перестает быть таким странным, потому что на самом деле все японское искусство этим прошито. Можно взять, например, кинорежиссера Ясудзира Озу, который в своих фильмах очень это показывал. Вообще японское кино, японское искусство, оно склонно к тому, чтобы показывать предметы от аспекта к аспекту. Тогда как западная история — это гораздо больше про от действия к действию. Ясудзира Озу очень метко и красиво выразил это ощущение Мононоавару, когда ты вдруг схватываешь момент и как бы ощущаешь его переходящесть. В такой фразе «Хороша ведь погода», да? Его персонажи повторяют подобной фразой, и мы можем понимать, что они одновременно любуются и печалятся о том, что что-то меняется. Также мне вспоминается фильм «Steel the Water», в котором также хорошо показано ощущение переходящести и того, как японцы умеют мудро за этим наблюдать. Мураками может вызывать очень разные эмоции. Когда я читала его раньше, я в основном смотрела на его элементы магического реализма и на всякую с этим связанную красоту. Например, прекрасная фабрика по производству слонов. Позже меня занимала его публицистика. Действительно хорошая работа, которая заглядывает в глубину некоторых процессов. Сейчас я сама не знаю, зачем перечитала «Нарвежский лес» грустную, меланхоличную историю без какой-то чёткой резолюции. Но после этой книги у меня осталось тёплое и слегка печальное ощущение момента и того, что каждый момент красив. Его хочется не запечатлеть, не запомнить, не записать, а почувствовать. И объяснять, что я почувствовала, не обязательно, даже самой себе. Есть что-то в этой манере наброска и самого текста, и жизни персонажа, и его чувств. Они как будто, знаете, с низким разрешением. То есть какая-то целая цепочка переживаний и мыслей передаётся кубиком одного пикселя, одним цветом с цветовой палитой. И это всё, что мы можем увидеть. А детализацией и углублением деталей — это уже мы сами решаем, делать это или нет. Мне было приятно снова открыть для себя Мураками. Напишите, пожалуйста, если вы читали, что вы думаете. Он большое дело сделал в плане того, что открыло для мира японскую литературу современную. Всякие хипстеры теперь читают не 100% англоязычную прозу, но ещё и что-нибудь да в переводе иногда мелькает. Здорово. Я вообще вам такую вещь хочу сказать, ребята. В конце прошлого года я посмотрела на список книг, которые я прочитала в 2020-м, и я поняла, что мне со всего этого списка ничего вот сильно не нравится. То есть были какие-то симпатичные вещи, но в основном это было чтение для галочки. То есть какие-то важные, большие книги, которые да-да-надо, но кайфа никакого. И в этом году я поставила себе такую цель читать больше для удовольствия, больше того, что вот я уверена, что принесёт мне радость. Сейчас я взялась за казуску Кукоцкого, и ох, как же хорошо. Безукоризненная, прекрасная проза. Иногда от боли просто не можешь страницы листать так тяжело, но удовольствие эстетическое просто запредельное. Расскажите, пожалуйста, что читаете, что вам нравится. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, насколько важно брать такую здоровую книгу, читать ее от начала до конца. Какие-то совершенно волшебные вещи делает в плане нейропластичности мозга, поэтому читайте, пожалуйста, хорошие книги. Не забывайте читать для удовольствия. Кстати, про мононуавары. Я очень люблю полевые цветы, потому что у них есть вот эта эстетика того, что они очень быстро отцветают. И вот это чудо, это из леса. И знаете что? Они на самом деле довольно долго стоят. Я удивлена, потому что в Украине, если я собирала букеты в поле, они на второй день, весь подоконник в пыльце, и цветы все уже того. Это цветы и черемши, и они простояли в прошлый раз у меня где-то неделю. Меня зовут Май, я писатель. Пожалуйста, подписывайтесь, напишите свои мысли в комментарии. Я буду рада пообщаться. И всем хорошего дня! Продолжение следует... Продолжение следует...